Артур, какой самый сложный прием, который ты изучал за все свое время в лужицу? Какой тебе сложнее всего давался? Честно, треугольник. Я его года два научился делать. Я думал, никогда не научусь его сделать. А сейчас, как бы, один из любимых. Я думал, треугольник не научусь. Мне и растяжки не хватало, я его немножко не догонял. Я не знаю, сложно для меня был самый треугольник. Как бы, это база, и я всю дорогу пытался, как бы, его там учиться делать. А самое любимое сейчас прием? Армбар. И пытается, кто-то в спальню пытается выйти, кто-то будет, там, пытаться заправить, там, Делариву. Как бы, в любой разный гард пытается нас затянуть. После того, как мы прокоснулись, да, штанину, как только прихватывают наши рукава, мы должны успеть, как бы, сорвать захват и срываем их таким образом. Заводим ручки от голени, выводим у мертвого оппонента. Вот сюда. Здесь мы перехватываем рукав, шагаем по диагонали. Моя нога шагает к руке, вырываю ручку, колено в ребра, пережагиваю, ухожу на рычаг. Если оппонент сидит в батарея, то есть мы здесь можем либо толкнуть, либо за ноги вывести в открытый гард. Оппонент прихват рукава, сорвали, вывели на мертвых, перехватываем ручку, подшагиваем, бергиваем. Перешагнули, вышли на рычаг. Вопросы? А поэтапно, смотрите, еще раз прихватили, мы выводим, сначала перехватываем ручку, еще раз, да, подшагиваем, выдергиваем ручку, колено подставили. Сначала перешагиваем через голову, ребят, и только потом ногу переносим. То есть не наоборот. Раз. В падении переносим ножку. Понятно? Раз, два, три. Продолжение следует... Продолжение следует... И вот сюда как бы очень успевать. Вот здесь отмойка. А, я стал двигаться? Да, вот здесь. И отсюда можно, чтобы выключить. Легче сорвать. Вот здесь делаешь подшаг и уйдешь. Разворачиваешь. Нога, когда падаешь, не пьешь, не пьешь по диагонали. Вот сюда уходишь. Внешне ногой как бы перестану шаг, да, я делаю? Нет. Ну-ка, чуть-чуть, чуть-чуть. Ого. То есть, вот. Выдал ты. Вот. И потом отставляешь. Ты подставил и потом отставил. Сейчас поможешь руку. Выдал снег. Типа, satisfies, что правило. Ему, ну. Вrale, ну. Эду. Ирина, вот. Давайте. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Главное подшагнуть и доработать тазом И так же заходим на рычаг Понятно? Пробуем раз-два Субтитры сделал DimaTorzok 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 Прихватил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Прихватил DimaTorzok У кого-то коробки выковали, у кого-то просто засущились. И мы не успеваем дотянуться. Главное здесь спайверски, мы отжагнули, скинули. Главное скинуть в этом присущении. Не дотягивайся. Зашел. Вот это движение. Можно ручку? Раз. Зашедай. Вот, петло. Здесь ты можешь, чтобы контролировать. Да. Пока что приняты. Если так, просто возьмут. Вариатов там куча. Главное, ручку отслеживаю. И скинуть в пойду. Вот, то есть, если я здесь наберу, да? Просто сам. Да. Вот так, да? Вот. Вот так. Это как раз та позиция, которая на две стороны нам нарабатывает. Да? А одинаково получается сейчас стоя на две стороны? Нет, она хуже. Отжимает. Как обычно. Базовый рычаг все знают. Законтролировали ручку. Завели за центральную линию. Законтролировали плечо, осанку. Ставили ножку, подвернулись. Перекинули через голову. Не всегда получается сделать. Здесь упрощаем немножко. Мы должны ногу уже не перекидывать через голову. Лишь законтролировать его плечо. Я обычно делаю это так. Беру по диагонали ворот. Беру рукав. Немножко поджимаю, ломаю осанку. И накидываю ножку на плечо. Вот таким образом. Накинул. Сжимаю колени. И отсюда уже могу доработать рычаг. Приподнимаю свой таз. Загружаю локтевой сустав. И веду ручку в сторону. Это больше скручиваешь? Не, я зажимаю его плечи. С одной стороны поверх плеча, а с другой стороны под мышку. То есть вот я взял ворот, взял рукав, чуть подергну к себе. Закину ножки. Вот. Отсюда можно загрузить, доделать рычаг. Можно чуть-чуть доработать в сторону. Ну, бывает, что человек вытаскивает ручку. Здесь получается у нас треугольник. Либо опять же рычаг. Еще раз. Рука по диагонали берет ворот. Вперед рукав. Чуть подтянулись. Накинули ножки. Контроль осанки. Руки. Зажарив. Отсюда. Набибали. Нарабатываю. Понятно? Контроль, а можно вопрос? По локтю. Вот когда ты накидываешь на плечо ноги ему, да? Ты должен следить за локтем, где он должен быть? Да. Для этого я и прихватываю рукав. Чтобы рука не слишком глубоко ушла вовнутрь. То есть здесь мы должны прочувствовать. Локтевой сустав должен ложиться где-то в районе паха. Вот здесь. Вот я накидываю, вот эта рука и дает регулировку руки у нас. Вот. Чтобы у нее не просло. Иначе, если мы без рукава будем это делать, он может резко либо отжать, либо вымешать. Да, он защищает, раму выставляет здесь уже. А если он вперед, то развенится? Ты просто на плечо ногу. Я здесь подтягиваю его, зажимаю. И вот здесь накидываю. За счет вот этой грехи. Мы не можем просто накинуть ноги. Мы ломаем останку, вот, рука согнутая. И вот здесь уже обходит. И она четко ложится туда, куда нужно. Здесь потихоньку уже работая таза, мы создаем давление в локте. Ок? Раз, два, подожди. Раз, два, подожди. Раз, два, подожди. Раз, два, подожди, приподнимаешь, не получается. Бывает, что немножко у стек поджать все-таки. Здесь ты еще ведешь плечи в сторону ноги. И так же приподнимай таз. Да. Нет, без того хрена, это с таким локтем, то есть он обычно уходит. Ты не должен, не нужно делать вот такое движение. Вот сюда эту руку не нужно вести. Вот тогда ты прозеваешь. Вот здесь ты можешь недоработать. Видишь, он глубоко уходит. Ты должен оставить локоть на месте. В районе паха, да, я понимаю. В районе паха, да, локоть. Ты, у него рука застревает в тот момент, когда ты подтягиваешь к себе, его здесь накинут. Все, локоть у него застрял. Вот здесь поджал, его здесь поднял. Если не идет, бывает, хорошая растяжка. Просто встали. Если уже вот это не пошло, мы можем перекинуть до работы. Миша, пока тебе делают рычаг, скажи, пожалуйста, какой самый сложный прием? Самый сложный прием? Да. Вот этот, похоже. Ну, например, тебе какой самый сложный давался? Ну, вот пока сегодняшний рычаг мне даже не давался, пока Артур не объяснил, куда ноги закидываешь. Я пришел на семинар про рычагом в локте, потому что у меня были проблемы с рычагом в локте. Где поймал, там поймал. Только осанку ломаешь. Во время, когда ломаешь, ничего страшного. Не думай вообще, просто забудь. Ломаешь осанку и носи бешенок. На плечу. Ломаешь осанку и ногой обходишь. Вот, вот сюда. А-а-а. Ломаешь осанку и еще подворачиваешься. Ногой обходишь, получается. Ломаешь осанку и ногой обходишь, получается. Обошел, отпустил, зажарил. Локоть на середину. Угон. Очень зажимай. Здесь очень много работы. Ногами тут можно пожаловать, зафиксировать плечи. С одной стороны, на поверх плеча. С другой стороны, внутребны. Зафиксировав. Таз, ручку в сторону. А так не надо Рука не рабочая Да, вот, прихоти Хорошо Рука на месте Ломай осанку, накидывай ноги Теперь сжимаешь колени Сжимаешь Обе руки идут на запястье Обе руки отпускай оборот Вот эту ручку Двумя руками Берешь запястье Расслабься Раз, взял, два Теперь сводишь ножки Приподнимаешь таз Ручку вниз, дальше Выше, выше, выше Плюс, смотри, слишком видишь Много амплитуды, слишком много движения Ты можешь приподнять Все то же самое делай Ровно на половине Просто предплечье Ведешь в сторону ноги Вот, сону Сону, сону Сону Сколько бывает Потому что плохо как жена Ты взял Вот здесь Делать движение к себе Ломаешь осанку Накидываешь на сон Вот Локоть застрял Зажал Отпускаешь Во время Когда таз Надо, чтобы Локоть застрял Убрая не пах Поэтому не нужно Ручку в сторону ввести Когда ты закидываешь ногу Здесь кажется Что ты не можешь Эту ногу накидывать На самом деле Когда ты ее в сторону Вводишь Она проваливается Здесь мы уже Такой рычаг не доделаем Здесь уже нужно Либо полноценный Доработать Либо отворачиваться И уходить Либо там уже Попнут Выходить на треугольник Поэтому нам нужно Сохранить Этот локоть Именно Паль Лазить Вот таким образом Все Поймали Подняли И здесь Доработаем Закидывание Неудобно Вот здесь Ты теперь Ломаешь осанку Соткариваешь к себе И смотри Раскрываешь град Не спеши Вот такое движение Накид Идешь на пыль И здесь Закрываешь Лок Какой самый сложный прием Для изучения Сейчас В рамках данного семинара Вообще Вообще Слушай, не могу тебе сказать Мне кажется, что все сложно В той или иной степени Для тебя Какой был самый сложный Наверное, казачий-пластунский умоплата Александр Федотов Выше пилотаж Какие вопросы Можешь сказать, пожалуйста Про разрыв захватов Если уже сел На рычаг Человек защищается Да Разрыв Все как бы От захвата соперника Тоже зависит Да, как разрывать Ну как бы В основном Акцент на что Как бы нужно делать Я на что делаю Ноги Не крестить Это как бы Не дает До конца Плотно свести бедра Зажимать Его плечо Когда мы в районе Крещу Мы тогда параллельно Ноги держим И сводим их Мы как бы Зажимаем ручку И отключаем плечо В этой области Это один момент Как бы не крестить ноги Ноги ошибку делают Крестят Второй момент Это нога Которая на голове Ноги просто как бы Накинули И все И забыли о ней Многие путают Работу ноги На корпусе Который не дает Забегать И Ногой Который на голове Здесь как бы Фишка уже не в забегании А в том что Он головой Задает движение Во-первых И забегать И как бы Контроль рук Если мы Припечатаем голову То есть Грубо говоря Мы как будто На газ Наступаем На автомобиле Мы отжимаем голову Я вкладываюсь В это движение Свожу бедра И Сжимаю голову Здесь Как минимум Уже Процентов 50 Можно сказать Работу сделать Чтобы разорвать Захват Какой бы ни был Как бы он ни взял Свел Надавил И Чаще всего Я использую смену рук Здесь Завожу Раз И Ухожу Своим корпусом В сторону головы Это мне еще Придает Как бы Больше мощности Давить в голову Вариантов Как бы Куча Можно завести Вывести ручек Вот сюда Развернуть локоть Вырвать Кто-то За локоть Тянет Вот таким Кто-то Выдергивает Бывает Вот Каким Могу Забереться Вот Здесь Сложнее Сего Как бы Бывает Здесь Кто-то Ногой Накидывает Закрывает Замок Я обычно Как бы Завожу Опять же Смену рук Свою предплечье Под его запястье Где Слабее Сего Захват Вот сюда Второй рукой Бью По его Ладони С внешней стороны Вот таким Уже И Также Работаю Ногами Про работу Ног вообще Нельзя забывать Они как бы Основную работу Дают Контроль Плюс Отжимаем голову Там уже Как бы Вкладываемся В движение Вырываем Главное Не спешить Здесь Если будете Рывками делать То как бы Ну Человек может Вы либо Не дотянете Время Закончите Это в конце Либо просто Устанете Не сможете Вытащить Ну Каждый рывок Он может Уплотниться Перезаправиться Главное Не спешить Медленно Все время Добавляете Ногами Здесь Смена Ухожу в сторону Головы А вот здесь Вырываю То есть Немножко Таким Круговым Движением Вытащим Ручку Как бы Перпендикулярно Не тащу руку Потому что Здесь В моменте Заканчивается Амплитуда Движения Мы уперлись И все А вот здесь Когда мы Уйдем Круговым Движением Вытащим Если я в эту сторону Иду Как отсекать голову Вот сюда Можно Как вариант Ну Чаще всего Мне в эту сторону Неудобно Я упираюсь Свою ногу Локтем Вот сюда А если Противоположную Я иду сюда И Круговым движением Может и в эту сторону Да Можно так же Сделать Ногой Неудобно Давить в голову С этой стороны Нога Может Соскользнуть А вот здесь Они сводятся В эту сторону Вот я зажимаю Ключо здесь В эту сторону У него Нету шансов Снять Как бы Ну И она Не соскользнет А в эту сторону Он может Снять Понятно? А сейчас Защиту А почему Мы делали Сегодня Вот эти Рычаги Защиту Ох Блин Ну я понял Чтобы не попасть А если попал Но это самое главное Не попасть Ну если попал Вычет Не 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 отсюда Как мы делали Сегодня А Как сегодня Блин Ну Хороший контроль Перезаправляться Если Именно Ты имеешь Со спайдера С открытого Гарда Да? Вот как Набрались Сюда Делали Отсюда 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 Не Уже закрыл Уже закрыл Вот отсюда Первый Закрыть От кончика Отсюда Отсюда Можем Выстрелить Раунд Потому что Я это Уходить И что-то Хочет Вкатывать Если Уже Накинули И зажали Поэтому Тут Забегать И Выпрямлять Осанку Это не Поможет Только Вкатывать Отсюда За осанку мы не беспокоимся. В любом случае спайдер нам заправляет, а осанку нам сломает. Но здесь если мы выпрямлены, то и спайдер у него слабый. Надо наоборот вес на ноги? Нет, он загружает нас. Я здесь немножко дистанцирую ногами. Я над ним не зависаю от облака. Потому что либо свип, либо перевернуть могут. Здесь вариантов куча. Поэтому я немножко от него дистанцировал. И моя нога тоже не близко расположена к нему. Отсюда тоже есть сил под ногу когда идут. Я ее немножко под дальше завожу. Если она стояла, я ее завожу и шагаю по диагонали. И рука. Я не беспокоюсь об этом. Потому что я не успел прихватить рука. Вот шагну. Вот запясть. Вот таким движением. И здесь во время, когда я уже загружаю ручку, забираю кимуру, захват кимуру. И так же иду на рычаг. Сейчас. А на сколько по правилам это можно? Так получается. Бывает. Ну, бывает, да. Бывает, короткий. Бывает, короткий. Нет. Реально, когда спайдер заправляет людей. Ну, физически. Вот, натянут. Тебе не хватает длины. Пальц, грубо говоря. Либо руки вот ты заводишь. И с внешней стороны же мы берем захват. Снутри недостаточно тоже длин. Вот здесь. Вот он даже, как бы, не закатался с рукава. Я, как бы, не дотянулся. Вот здесь раз, скинул и поймал ручку. Вот такие движения. Здесь, главное, кистью подработать и не поймать. Такая стена. Понятно? Еще вопрос. И все. Когда следующий семинар? Плавен. Через месяц? Да. Ну, мы каждый месяц будем делать на разную тему семинары. Вот, в этом зале. Так что следите за новостями. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на Бжижи Фрикса. Там все новости. Там все новости. Все новости, compensate. Поместиции нахай. Пошло нужно. Вложиться почту. Ты нет. Понимки. Так. Ну, тогда давайте, постараемся на герой? 이상 или? Прæ� Arguable. Ребята, всем большое спасибо, что пришли Я думаю, что надо Проверенные в бою техники Я не знаю, если Артур хочет что-то сказать Я тоже хочу сказать Всем большое спасибо За то, что пришли, поучаствовали Надеюсь, понравилось Будете использовать Это база, рычаги Поймать конечность оппонента Это лучше всего Чем какие-то удушки Это можно как ги, так и ноу ги использовать Я старался нейтральную технику показать Всем спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Что будет через месяц, Александр? А мы такой формат продолжим То есть раз в месяц ребята будут показывать свои коронные фишки Сегодня Артур показал армбар В декабре еще будет следите за новостями То есть это секрет? Сюрприз? Ну сюрприз, секрет, я не знаю как Ну я думаю, на соревновании все равно вы все увидите И поймете кто это будет